Привет и большое спасибо, что ты на канале. Если ты хочешь выиграть вот эту пластинку с авторифом Юрия Каспаряна, тогда смотри этот ролик до конца. Да, Юра, есть проект, который называется Юрий Каспарян, YK, который называется. Пожалуйста. Ну, записали парочку треков, выйдут осенью. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Наконец-то свершилось это долгожданное событие. Сольный проект Юрия Каспаряна «Увидел свет». Признаться честно, я уже давным-давно ждал и надеялся, что Юрий Каспарян выпустит какой-нибудь сольный проект, потому что мне очень хотелось послушать, что он сочиняет и как звучит его музыка не в рамках группы кино или группы Юпитера. Данный сингл был выпущен лейблом Machine Records, питерский лейбл, который нас радует такими релизами, как «Рюбовь – это не шутка». Переизданием альбома «Звезды по имени Солнце», альбомом «Группа Крови», а также «Симфокино», я уверен, что все знают, о чем идет речь, сингл «Атаман» и переиздание сингл «Маман». А также совсем скоро, если я не ошибаюсь, 23 января 2021 года будет переиздание «Черного альбома». Данный сингл выпускался вот на такой 7-мидиумовой пластинке, а также на диске. Тот, кто успел оформить предзаказ, мог приобрести вот такую прозрачную пластинку с автографом Юрия Каспаряна. Стоил такой сингл примерно 13, то ли 15 долларов. Заранее, прошу прощения, если я не точно называю сумму, потому что не совсем помню. А также можно было приобрести обычную версию этого сингла «Черный винил», и он стоил то ли на 3, то ли на 4 доллара дешевле. В данный релиз входят две инструментальные композиции «Витамин С» и «Витамин D». Первая композиция – это «Витамин С». Для тех, кто следит за творчеством группы Кино и Каспаряна, данная композиция не будет новой, потому что этот трек мы уже слышали на саундтреке к фильму «Игла-ремикс». Правда, там она звучала чуть-чуть в другой обработке. И вторая композиция на данном сингле – это «Витамин D». Вступление этого трека очень напоминает интриок песни «Ария Крещения огнем», если кто слышал. Основная тема очень напоминает инструментальную композицию группы «Зодиак». Кстати, композиция также и называется «Зодиак». Это такая латышская группа, очень была знаменитая в 80-х годах, если кто-то помнит. Вы точно слышали их музыку в фильме «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» с Абдуловым и Ириной Муравьевой в главной роли. Данные треки вы уже можете послушать на YouTube-канале Юрия Каспаряна. Очень советую подписаться на его канал, он уже выложил там два трека, а также совсем недавно был онлайн-концерт. Концерт длился около часа, очень советую всем посмотреть и послушать, очень классная вещь. Сразу скажу, если вы ждете в этом сингле некое продолжение группы «Кино», то вынужден вас огорчить. Хоть это и Каспарян, но у данного сингла очень мало общего с музыкой и кино. Музыка довольно далека от жанра рок и более близка к электронному стилю. Мне вот лично очень не хватило соло-партии Каспаряна. Те, кто слушает группу «Кино», знают, что Каспарян отлично владеет гитарой. У него очень классные соло-партии, как в песнях «Спокойная ночь», «Группа крови», «Стук» и так далее. Но, несмотря на это, я очень рад, что данный проект наконец-то увидел свет. Я действительно давно ждал этого проекта. И надеюсь, что в полноформатном альбоме будут соло-партии Юрия Каспаряна. Я их очень-очень жду. И очень жду полноформатной пластинки. Дебютное выступление этого проекта было еще в 2019 году. В состав группы входит, естественно, Юрий Каспарян. Бас-гитарист Виктор Савич. Виктор также играет вместе с Каспаряном в проекте «Симфо-Кино». Олег Шунцов, который также принимает участие в проекте «Симфо-Кино» и будет принимать участие в реюнии группы «Кино-2020» уже 2021. Я надеюсь, что концерты состоятся, и коронавирус наконец-то оставит нас в покое. И Павель Михайлюк, который отвечает группе за электронику, а также сводил данный сингл на лейбле «Готика Креатив Лэб». Это международный проект, который выпускает музыку в стиле электронного реги. Что касается оформления, то очень грамотно все сделано. У Айке Юрия Каспарян. И так понятно, на обложке его Fender Stratocaster, а не знаменитая Ямаха, на которой он играл в группе «Кино». И, кстати, он объяснил, почему, что Stratocaster – это для этого проекта. А Ямаха SG-200 – это только для кино. Очень будет интересно услышать ваше мнение. Если вы слышали, напишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Очень интересно будет почитать. А теперь, собственно, и конкурс, который я вам обещал в начале этого ролика. Если вы хотите вырезать вот эту пластинку, все, что вам нужно сделать – это подписаться на канал, поставить лайк, и напишите, пожалуйста, в комментах, какую песню вы ждете на концертах «Кино-2020» и почему. Самый интересный ответ получит вот эту пластинку, которой, кстати, уже нет в продаже, с автографом Юрия Каспаряна. До встречи, друзья! Всех с Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok